Всем привет, друзья! С вами я, Антон Власов. Мистер Пенис, он вернулся. Мистер Пенис к нам пожаловал в гости. И, а не просто так, Мистер Пенис решил посмотреть вместе с нами новую серию «Баек из склепа, друзья». Это серия про пенисы, тут будет очень много пенисов. И мы их не будем мылить в квадратики. Нет, нет. Серия называется «Пенисное Рождество». Мистер Леденцов пенисов все лижет. И этот скелет в костюме пенис. Это так ты представляешь себе? Байки из пениса. И будет еще пенисное «Крисмас Три», где мы будем вокруг него ходить ромот. И пенисы из склепа. Такие вяренькие, дряхленькие. Ладно, ребята. Или окаменевшие. Или мумифицированные. Ну что ж, ладно, продолжаем смотреть «Байки из склепа». Вот, решили попробовать следующую серию. Поглядеть по поводу перевода сразу не знаю. Долго искали сиськи, не нашли. Включили нам. Долго искали. И в итоге нашли. Вроде как много будет ебли. Поэтому начинаем! С возвращеницем, мои кровожадные. Уж вы-то знаете, кто вас потешит, пощекотит, нервишки? Эту штуку нужно сжечь. Кого? Вот эту, да. Праг залить каким-нибудь изелитом или кротом, чтобы всю до остатка изничтожить. Бля, главное, чтобы ариарибасова рядом не было. Да, ариарибасова ничего не получится. И потом остатки разлить просто на огромной территории, чтобы от этой фигни ничего не осталось. Говорящий труп какой-то. Я думаю, что наоборот, тогда еще больше трупов поднимется из земли. Потому что он-то волшебный, так сказать. Ну, какой хуй он уже мертвый должен быть. А он нам байки рассказывает. Я думаю, так и надо делать. Знаешь, вот что с ним надо сделать? Его нужно посадить... В пресс-хату. Нет. Да, да, в колонию дельфинов. Ну, пожизненно. Представляете, будет сидеть вот тысячи лет... Ну, вы, на наши налоги сидеть будет. Две тысячи лет. А что делать? А что делать? А его можно не кормить. Да, он будет дешево вообще обходиться. В сундук посадить его и все. Нет, из сундука сбежит, исчезнет. Я хранитель и собиратель леденящих душ и нагоняющих ужас истории для тех, кто скорее жив, чем мёд. Комикс! Вот когда чувак собирает комиксы, и он стыдится этого, он говорит, я собирательный трепещущий в душу историй. И все такие... Хранитель. О, крутой чувак. Да, да. А у него хвост и волосы сальные. И вот очки вот такие вот. У него, типа, знаешь, коллекция просто тысячи комиксов. Он всю зарплату на это спустил. Но, кстати, лучше, чем на наркотики тоже. И на наркотики. А потом всё сгорело. И он остался. Ну, если он только не успел отцифровать, такие люди, они всегда отцифровывают еще все. А в чём ценность-то тогда? Ну, не знаю. Вот, ценность в том, чтобы они стояли. Нераскрыты. Вот это ценно. Может, такого... Представляешь, лет через 50 я своему сыну покажу эту полку и скажу, вот она. Вот она. Я сделаю кораблик. Для реками какой-нибудь. Или просто порвет его. Я хотел просто... Мне надо было, знаешь, что это? Положить под стол что-то, какую-то бумажку. Всё, охуеть. Я вот сразу в детдом поедешь. Я его для тебя хранил. Ну, сдайте повыше подушку в гробу. Устраивайтесь удобнее. Поцелуки свадебного марша. Вперёд, тартарари. Мировой судья. Тартарари. Такие еще, да? Переводик. Пошли до гробовой доски. Отвое доза вида машины. В ролях Аманда Пламор. Ребятушки мои дорогие, мы напоминаем вам про наших больших друзей из компании OneX. Дело в том, что сейчас проводятся различные спортивные и киберспортивные мероприятия. Но в частности, 13 числа будет играть ССК «Спартак». Это интересный матч, на который вы можете попытать свою удачу, если вы уверены в своих силах. Друзья, перед вами находится QR-код, в котором вы можете перейти или перейти по ссылке, которая находится, закрепленной в комментариях. Промокод POWER дает вам возможность получить до 100 долларов на свой счет. Друзья, я желаю вам удачи. Пожалуйста, не надо, я так счастлива. Беги, я только о нем и бегусь о твоем счастье. Лиса Файкус. Мать какая бездолучая. А мы посмотрели, последний сезон уже HBO снимает. Вот так, ребята, получается, первый сезон пилотный был, потом выкупили. Настолько понравилось. Это как американская история ужасов, только в зачатке. Что-то такое. Совсем старое. Это прадед всех ужасов. Ричард Идар. А чем? О том, что женюсь на любимой? Какая любовь? Вам нужно ее разведство. Акции, облигации, недвижимость. Крысы, акции, облигации. Вот крыса, блядь, эта бабка, она типа как-то, так понял, знаешь, еще советник такой, типа финансовый. Противный. Я помню, в этом был, смотрели же, джуниор, да, трудный ребенок. Когда вот этот дед был джуниора, который, как его там звали, типа большой боб или как я забыл. И он потом на лаванде дюмор женился, когда ее камнем передавило, не помнишь, в тот момент? И, короче, там типа этот дед такой, оу, 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 когда эта баба идет, такая вот такой, женись на ее бабках. И вот как бы, а он сам, типа бизнесмен, прогоревший какой-то. И потом в конце фильма он сам этот дед на ней женился, ну, как бы на ее бабках. Классно, вот эта вот хуйня американская. Да и не только американская. У нас вот в Америке, да, получается, вот выходите, значит, по расчету, да, то есть там богатая какая-нибудь женщина, у них там таких дохуища. А у нас в России просто это, селитесь к бабке и ждете, когда она... Ну, да, ну, ухаживайте за ней. Ну, ухаживайте, да. Утку носите ей 20 лет, вот, а потом она... А можно не носить. Поглубже утку. Просто, сысь в кровать прямо нахуй. Юлик, ты что-то вообще... Сысь в кровать, если не будешь вставать из нее. Раз в три дня приходишь и даешь ей это... Нет, раз в три дня приходишь, так... Все, я пошел. Не, ну а что, бабушка не смогла встать и дойти покушать. Ну, так бывает. Квартира на меня. Блин, представь, как это печально. Ты умер от голода, потому что не мог встать. Ну, это ужасно, хуйня. А я вчера еще сидел в гараже, когда я такой сижу на утеплителе. Этот самый, курюайка с такой. Думаю, да, вот потолок, конечно, красивый получился. Я потом думаю, я тут столько насверлил всего, а не рухнет ли он нахуй. А потом я нарисовал себе картину, что я сижу, курю, вдруг трескается доска, все падает, электричество, счетчик обрывается, и два провода замыкают, и я сгораю заживо. И я решил докурить возле выхода. У тебя же потолок, он на балках стоит. Я... Нет, никаких баллов. Он держится вот на двух соседних стенах. Ну, он на соседних. Ну, то есть он вот так, а не вот так. Если он так, то... Ну, понятное дело, что он вот... Ну, и не упадешь. Но у соседа он вот так провис под тяжестью. Но он прикручен кверху? Нет. Ни в чем не прикручен. Уголки поставь. Уголки поставлю. Саморезы не прикручу. Вот такие, да, и все, и нормально будет. Все, но я все равно докурил, я такой думаю, бля... Вот если бы сейчас это сбылось, я бы сразу пошел бы в монахи про Таиреи, там, и будущее видело. Ну, вам разве нет? Перестаньте, дедушка Эдис. Вы 20 лет сидите на шее байги. Я защищал ее 20 лет от таких, как я. Я буду защищать. И буду защищать. Мы вернемся через неделю. Оставьте ваш новый адрес. Выгоните меня из дома? Вы не посмеете, я здесь. Вот так там все просто, да? Просто вот прям тебе в глаза говорят, скиньте свой новый адрес. Так она, ну, она заслуживает. Почему? 20 лет из девушки тянет деньги. Это как батя Бритни Спирс. Ой, блядь, а что в Бритни-то сейчас происходит? Я недавно зашел, посмотрел, ее же в дурку положили против своей воли, да? Да, и батя себе ее деньгами, счетами распоряжался. Вот так Бритни. У нее же ребенок есть нету? Не знаю. Родилась. Так вот ищите местечко, где будете умирать. Дорогая, готова? Да. Частливо. На заметочку. Пробежим, чтобы жена не слышала. Молодожены. То есть, получается, он гол как сокол, нахуй. Просто вот какой-то... Альфонси. Альфонси. Ну, может, и любит ее, правда. Это вот дава из 80-х, получается. Только не поет. Не перепевает старые песни. Только не перепевает. Ну, Масседеса с классной старой песней. И здесь крутой гол. Может, у него есть деньги? Это я его жену. Нету ее еще. Пойдем, находимся. Не знаю. Я в гардах не разбираюсь. Хочешь, что ее держит? Ты говоришь, куда ехать? Странная хуя такая. Видно, что они на месте стоят. А что? Что такое? А там машину просто качают. Да, да, да. Они хотя бы дождь под углом бы сделали. Не, ну вообще прямой дождь бывает же. Но он же едет. Ну, да, ладно. Ты смог меня убедить. Смотри. Режиссер Том Холланд. Ага, Масседеса с муни. Бабка подпелила. Да, блядь. На метле прилетела, подпелила. В такую погоду ты снятила? Смотри, какое бревнище. Весьмом окном. Это единственный мерч, которым не вытирали жопу. Единственный... Ну, в смысле, не вес рэповскими вытираем жопу. Друзья, если вы стильные, вы можете использовать этот крутой шоппер, как фартук, чтобы нигде не обляпаться. Вы можете носить в нем свое парохло. И в то же время быть очень стильными модами. Обратите внимание, какая красивая футболка. И если бы вы были вообще крутые, носите только очки. Просто частая проблема. Я думаю, на производствах вытирают очко грязной тканью. Вес рэп с такими производствами не работает. Не работает, слава богу. Нет. У нас нету спидозных игл. У нас не одевали всякие мартышки, макаки, которые проверяют их. На примере, я говорил еще, что с убитых людей снимают. Перерабатывают. Как делают сторонние производители? Они находят убитых людей, трупы, отстирывают одежду всю. Перерабатывают. Перерабатывают. Потом шьют заново с этих ниток и получается какой-то мерч. Если одежда черная, то прям готовы. Берут так, что некоторые мерчи там с порезами, знаешь. Да-да-да. С дырками, выстрелами. Так что, друзья, если вы хотите мерч первого класса, который будет снят только с ваших трупов. Ну, как бы, как бы, не дай бог, конечно, не дай боже, но если что, вот, потрясающая футболка с принтами Шизик. И есть еще худи, я его сам ношу, поэтому я сегодня взял в стирке. Но шоппер всегда с собой. Если куда-то что-то, все, только сам, только это все. Друзья, переходите по ссылкам, закрепленным которым, в описании, и выбирайте, выбирайте. Если развернуться, то до ближайшего отеля будем ехать всю ночь. Как-то не хочется провести брачную ночь на колесах. И еще бы. Фонарик есть. Поэтому иди ты, и распили дерево, да-да-да, и поедем. Ну, это что с ней сделать? С кем? С деревом? Да. Ну, если у тебя нет топора или нож какого-то, пилы, то тогда все, ничего не сделаешь. Объехать никак, колея там... Ну, там сразу за враг, скорее всего, да, оно прямо упало. Оно в любом случае было за врагом. Уронил кто-то. Кто-то не хочет, чтобы он не ехал. А если роняете бревно, чтобы кто-то не проехал, нужно сотки вбивать под углом каждые 10 сантиметров, чтобы не распилил никто. Нихуя себе, ты придумал. Каждые 10 сантиметров хуярите, и никто не распилит. И все. А это незаконно так-то нахуй, наверное. Почему? Я просто забил гвозди в дерево. Смотри, ствол у него оказался. Нихера. Давай, давай, это помет. Да, сейчас. Это Америка. Разрешено, почему нет? Самозащитный. Не, но зачем он ему? Ну, то есть, как бы она, как бы, знаешь, в брачную ночь выясняется, что у тебя еще ствол есть. Но он есть в машине. Почему нет? На дороге же всегда разборки есть. Ну, потому что он рецидивист. А, так машина-то не его. А чья? Ну, вот, видимо, той бабы или кого. Понимаешь, типа они-то, он как бы... Получается, они, друзья, объясняем, едут в Магадан, едут в первую брачную ночь в какой-то, хуй знает, куда-то домик. Поебаться просто, чтобы мама с фрипа не слышала. Поебаться. Ну, стали молочком. А машину дали. Да, это неприятно. Давить в себе чувства, это пиздец, чтобы мама меня слышала. А мама со стаканом слушает. Специально. Да, да, да. И, кстати, вот, кто думал, да, о том, что... Всем похуй, что вы там в туалете делаете, как вы там срете, все слушают. Вот вся семья, как только вы идете в туалет, они сразу подходят все вот так вот и слушают, как вы писаете. Сред очень дрочный, что он, по-моему, как, 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 как лучше дрочный. Сейчас, он выходит, он выходит, выходит. И так вот легкий, так, на цыпочках. Шопу вытирай, неаккуратно. Да, да, да. Мало, мало вытирай. Мало, мало, пари, пари, я будь точно за трусами, сука, мне стирать потом. Блядь. И, да, и потом ты смываешь, и вот, когда ты смываешь, ты же не слышишь, что там происходит? Слышь, так. Да. И там опять телевизор, новости какие-то, все с лбачей сидит, пьет чай, а все только и слушают. Ну, чё так долго? Да, чё так долго, дай зайду. Не пшикайте за дарантом только. О, бутылочко. С вами доброй тетушке Эдди. Свежая герба. Вот тебе тетушка со стволом ходит. Забегать еще в туалет, и под ботком так пальцем проводит. А потом сначала, знаешь, что? И в глаза в глаза втирать. А потом открывает крышку и смотришь, что все остальное вот так вот прям ровненько. И там, знаете, вот прям вот гырочка такая небольшая накапливается. Да, на пальце. И он... Зубы все вот так вот. Глаза, зубы. А потом вот так вот, рот не открывая, приходит и кофе им забивает. И такой... Все-таки вышел. Блин, хоть рама такая, смотри, плачь. Вот там подкладки раньше делали. Зачем? Так странно выглядит. А мода такая была раньше. Я помню всегда, помню даже у моей мамы был пиджак такой. И всегда было модно вот тогда вот эти вот... Плечики. На плечи, да, какие-то подкладочки делать. Так еще вспомнить того же Майкла Джексона. У него, помнишь, вообще вот так вот был. Вот так вот шло. Тоже что-нибудь подложить. Та-да-дам-там. 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 Та-ра-ра-рам-там. Вот так вот. Было бы круто, если бы... Вот так ходить. Нет, ничего, ничего подкладывать. Чего-то не зажиться. Кранный фиг. О! О! На одно плечо. Да вот так вот. Че такое, блядь? Упала сосна. Так вот, ты ж такой большой, крутой. Давай подними ее. Переверни ее. Там поролон. Как ты так? Кого ты наебал-то? Что она хотела поролон? Себя. Че, бревно оттащить пытается? Он, да, хочет что-то сделать с этим. Слушай, а что в такой ситуации ты бы сделал? Вот что? Обратно ехать? Сказать, ну, поедемся в мотеле. А, ну, я забыл, что ты, блядь, что мы супер герои. Да, да. А как так? Я думаю, по мокрому асфальту, блядь, ну, можно оттащить? Если это не дерево, не блядь. Черт. Только если ты... Если дерево упало, значит, оно трухлявое, скорее всего. Если оно трухлявое, то оно, скорее всего, не такое тяжелое. Но только если это не молния. А-а-а, но если молния, оно вообще в щепке разлетится. И это не означает, что оно должно быть трухлявое. Но я бы привязал к машине один конец. Я бы, я тащил в автомобиль, попробовал. Туповатый. Но надо смотреть, если веревка. Прямо. Да нет, я не. Придется возвращаться. Можно одежду снять. И намочить. Можно. Как раз дождь намочишь, оно покрепче станет. Футболку какую-нибудь или сменку. Да надо разогнаться просто в дерево. Чтобы оно разлетелось в щепке. Как в игре. Да-да-да, как в кармагедоне. У вас просто одна жизнь, она так помигает и исчезнет. Еще две останутся. Нет, у вас там, как в этом, как в зельде. Там пять сердец, и одно будет на одно четвертое меньше. Ты чуть-чуть, совсем немного. Ты. А потом отхиляется само. А, ты где? Не знаю. Ты, наверное, взял с собой. Дебил. Блядь, это что такое вообще? Зараза. Я по мере хода этого картинка... Да-да, картинка всегда меняется, да? И что теперь? Кто-нибудь? Просто тачку бросили. Ну а что делать? Она сейчас где-то осталась? Я сюда. А, не встреча. Я всегда сажусь в машину, это самое, сажусь. Перед тем, как сесть, сначала проверяю, нет ли иголок, никто не подложил на эти самые, на сиденье. Потом сажусь, поворачиваюсь назад, включая фонарик, смотрю, чтобы никто не лежал на заднем сиденье. Так это тебе, перед тем, как сесть, нужно смотреть. Да-да-да, и надо купить кольцо стальное, трубу, да, чтобы она вот так защёлки, чтобы мне накинули, когда удавку, и батлон купить такой с высоким горлом, чтобы не видно было. Но я бы вот так смотрел, как по шлеме ходить таком, закрывающим, чтобы по голове не дали. А вот здесь вот, вот эти вот все места, вот здесь, которые будут обращены к заду... Кевларом проложить стальными, металлические пластины, чтобы вот здесь вот нельзя было меня воткнуть никакой этот самый, ни нож, ничего. Кевлар можно проткнуть, ну, там, пластины же всё равно между этим, между пластинами горизонтально проснуть. А стальной лист полностью уже никак. Это же помните, было в этом, хороший, плохой, злой, с клиентом выстрелом, где в него выстрелили, блядь, а он какую-то дверцу от печки. Да? Да, под этот самый, под кофту себе положил. Ты сейчас проспылилил всё? Да, это ключевый момент в фильме, это было. Ну, этот момент все недели и так, если вы смотрели «Назад в будущее». Да, 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 ссылочка. Похоже, в долине души. Ну, давай туда заберёмся. Нет, торчат здесь всю ночь и подрохнуть от холода. Сейчас разобьёт стекло и вот так откроют дверь, вот. Не пришлось. Смотри, что я нашла. Как будто в западню, их туда заманили. Как-то очень, да, всё складно. Это она его убить хочет. Ключ пропал раз, это она его взяла. Жена? Да. Почему убивать? Он же нищий. Ну, кто ещё ключ из машины мог забрать? Только она. Почему она нашла ключ? Ну, не бабки же, она не отбежала. Типа случайно. Два совпадения. Чё-то тут не просто. Она не такая простушка. Её показывают прям супер простушка. И пистолет в машине, зачем ей? Ну, либо пытаются создать впечатление, что она плохая. Чё-то здесь не так. Всё есть. Да. Бедать, тебя сожрут. Бедать, бездать тебя. Может, она вампир. Или упыри. А чем отличается, как думаешь, упыри от вамкиров? Упыри без этого. Бессознательные. Бездушные, бессознательные пожиратели плоти. А вот вампиры, это просто утончённые, прямо такие. Пьют кровь, живут вечно. Веками живущие. Ну, смотря в каких сеттингах смотреть. Там у всех же свои трактовки. Вот в Джоджо вампир, это чувак, который маску использовал. Я всё-таки удивляюсь. Вот я не знаю, возвращаться будут, наверное, всю жизнь к этому фильму, блядь. Зелёный слоник. Это, наверное, понятно всё. Нет, к... Сто дней... Содома или Соло. Это, кстати, не смотрите. Это пиздец, а не фильм. Я про сумерки хотел сказать. Это пиздец, просто чувак реально заработал за всю свою жизнь, что живёт только на дом себе. Один, единственный, который и так в Штатах у всех есть. Почему это все? Это нельзя палиться. Всё учитывается же. Во всяких базах будет он светить своими деньгами. Как он жить-то будет? Как они вообще могут жить, скрываясь современным? Только налом. Никак они в современном мире не могут жить, скрываясь. Блядь. Тяжело быть вампиром, наверное. Но я бы стал. Я бы стал. Я тоже. Вот если у вас вампир смотрит на нас кто-нибудь сейчас ночью. Вот тут вот. Чтоб вечно жить. А я же не пью. Только курю. А пью, не пью вообще. И рака нету ничего. А для них рак смертелен. Ой, сам, еди много, сахар повышен. Кусать вкусная кровь будет. А для вампиров слышал, да? Раковых они не кусают. Да? Да. Но мы не раковые покажем. А, и спид, по-моему. Спида тоже нет. Тоже нельзя. Чарльз. Блин, невкусная. Ну что? Может, может быть. Уедем? Может что? Ну что? Какой он противник. Может, ты внесешь меня в дом на руках? Ну, неподходящий момент какой-то. Как это так? А потому что она не может войти в доме за приглашение. Ёб твою мать! Ёбаная вампир! Точно! Ёбаный в рот! Think about it. Я детектив. Все. Я насмотрелся загадок. Точно, точно. Ты прав. Где вампир? Его нужно зайти. Не зря, сука, мы смотрели загадки. Нельзя вампиров ходить без приглашения. Где вампиры? Вы посмотрели все сериалы Драконы? Кстати, да. Уважаемые вампиры, приглашаем вас в свои дома. Да, заходите в любое время. Но только если вы живете вечно. Если вы не живете вечно, то не приходите. Нет, не надо. Мы разрешаем только тем, кто сделает нас вечными. Да. Придется сожрать людей, но я думаю, можно где-нибудь покупать кровь. Ну, да, можно. На черном рынке. В России можно все. Или куда-нибудь поедем, там, где кровь дешевая. Какой-то поддай. Тайцев есть. У них у всех спит ничего. Евреев сладких. Поедем мы в Израиль. И там будем. Вот тебе иллюзия новобрачных. Духи. Это что-то было. Было. Чем бы у него бросить? Да и ничем не надо бросать. Сгорит этот офис. Сигарету дать. Смотри телефон. Позвонить в автосервис. Если он работает, не надо заинтересоваться. Они дочь потеряли, блядь. Надо искать его, Иван. Ой, е-маю, дом. Смотри, там вообще все сгнившее. Что-то она делает. Что-то мутит. Якобы звонит, да? Как ты узнала, что связи нет? Отчего ты хотела? Дом-то заброшен? Идем. Куда? Повыше. На разведку. Стояк от адреналина хочет побыстрее кровать. Так, а как же тогда вот свет-то горит? На разведку. Вот же. Во. Аварийное питание. А, да, действительно. 20 лет хуй с ним. Вообще будет работать. Подвал хорошо сделан. Хорошо. И крыша не протекает. Хорошо сделан, да. И крыша не протекает. Ну и специально там еще камеры старые были. У них все плохое. Блядь, а свет-то есть везде. Сюда лет 20 никто не заглядывал. А че ж светильники работают? Чего ты? Делали тогда на совесть. Топор. О-о-о! Топор, причем, какой-то сделанный из картона, как бы. Да, да, да. Знаешь, когда дети покупают в детском мире, чтобы друг друга рубили. Без деталей, без всего. Я, кстати, считаю, что нужно такие игрушки запретить, что это за хуйня. Просто чувак тебе холодное оружие покупает. Сначала пластмассовое или там резиновое. Ты сначала с ним поиграй. Научись рубить. А потом мы тебе купим настоящий топор. Фискарс. Сам купишь. Сам купишь. А, сам купишь, потом придешь меня и порубишь на куски. Сынок. Просто фамилийный портрет. Наверное, чья-нибудь теща. Теща. Твою маму сейчас скажет. Удачная шутка. Копия, тентушка Эдит. А это неужели для нас? Что, топор? Нет, камин. Вот так кто-то специально приготовил дрова. Да 20 лет там стояли. Причем свежие, сухие, не про это самое. Печку бы налил воды. Да. Енот бы забрался, все бы обосрал. Может, он там и сидит сейчас. Как-то жгут енота с заражением крови. О, они злые. Или росомаха какая-нибудь. Росомаха. Даже в Far Cry 4 эта росомаха просто куски рвала. Молодец. Камин, это так романтично. Скажи. Да, дорогая. Особенно, если его разжечь. Раздевайся. Что? Обсохнуть. Если не снять одежду, она в жизни не высохнет. Да и пора представить друг перед другом, в чем мать родила. Она прям какая-то туповатая. Играет туповатую. Она играет туповатую, но на самом деле-то она хитрая пиздец. Что-то не так. Чего? Что такое одежда? А может быть, она... Может, чтобы она высохла, мне в камин забраться? Мать вот сядь посиди. Может быть, она скрывает какие-то следы? Может быть, у нее там есть какие-то раны, которые она не хочет показывать? Упыревские. Крылья. Ой, блядь. У меня теперь жена. Да, конечно. Я только схожу за сумкой. Хорошо. Что-то уже все не то, блядь. Все не то. Дерево. Тачка. Ключ. Пистолет. Дрова. Раздеваться не хочет. Шесть причин, чтобы съебывать прямо сейчас. Уже все. Телефон не работает, но электричество есть. Уже восемь. Да. А-а-а. Хорошо. Еще и дождь. Но это не в счет. Прям хочет уже укусить. Да-а-а, сожрать. Что-то она странная. Что-то она, да. Чего она боится-то? Это Олегова. Мальчишку сладкого. Может быть. Она вампир, бабушка вампир, но она его жрать не хочет, а бабушка хочет, чтобы она его сожрала. Заманить решили. Да-да-да. То есть, смотрите, у них такая схема. Значит, они вроде богатенькие, да, машина есть, все есть. И они всяких кривозубых крестьян кадрят, якобы, все, бомжить сейчас. И потом их увозят и жрут. Да и пропадают без вести они. Да где ты? Здесь. Благодарю. Там, наверное, тараканов, клопов, клещей. Это похуй, похуй. Главное, просохнуть. Жаль, нечего выпить. А может, я... Нам и без выпитки есть чем заняться. Это чем? Друг другом. А, ну да, друг другом. Какая-то она бледноватая, да? Смотри, вот прямо нам кадр показывает, что он теплый-то она. Да-да-да, она холодная. Интересно. Тебя ведь ко мне не тянет, правда? В каком смысле? Значит, тетя была права. Ты женился на мне из-за денег. Блядь. Вот такая хуйня начинается в первую же брачную ночь. Но все, здесь никакой семьи никогда не будет. Да будет, будет. Да, бабушка. Не докурил сигарет. Что за глупость? Ну, вопрос серьезный все-таки. А, ну. По любви, не ты это знаешь. Тогда я отомси деньги в приют. И он такой, какой, блядь. Тогда мы разведемся. Тогда мы, да, больше не будем. Это ты стучишь? Да. Ладно. Барабашка. Господи, ну конечно. И очень тебя хочу. Как я тебя хочу. И он прям глаза так закатил. Ой, я сейчас бы тебя взял бы. Ой, как я тебя хотел. Но я так промок, замерз, что не могу. Да, да, да. Черт, блин. Вспомни, как я тебе домогался до свадьбы. Противное слово. Домогался. Домогался не в какую. Потому что берегла себя для этой вот первой ночи. Знаю. Ничего ты не знаешь. Ты же не представляешь, как я хочу, чтобы эта ночь была самой-самой. Для меня тоже. Ей-богу. Нет, честно. Честное слово. Она как гамаз говорит. Хочешь или не хочешь? Ты хочешь все-таки? Или не хочешь все-таки? А все-таки как? Хочешь или не хочешь? Я хочу тебя. Боже. Кринжовенько. Как я тебя хочу. Так хочу. Но топор неспроста. Кого-то порубит. Чарость. Постой. Подожди. Пожалуйста, Чарость. Не надо. Стоп! Сюда! Что? Что? Ты же сама хотела? Я хочу. Безумно хочу. Только не здесь, да? Не так. Что значит не так? Артураж идеальный. На улице гроза. Тут огонь в камене. Вот что не так? Антураж хороший. В кровати. Пожалуйста. Принеси кровать. Принеси ее сюда. А это кровать. Потный устав. В кровати так в кровати. Он такой, слушай, я уже наебался. Я поеду, наверное, лягу на нее и буду сядет. О, господи. Если она здесь есть. Спасибо. Да есть, тут даже свет есть. Стараться, стараться для благоверной. Мы холодильник с пивом, наверное. Да, да, бат этот. Под завязку набитый. Или этот, как они обычно, там, корону экстру пьют. Будут шары заливать. Пока идти будет. Потрясающе. Ну, попытка не пытка. А как она теперь смелая, смотри. Часы-то зачем залила? Мне так спокойней. Пойдней. Может, она хочет знать время точно? Да, наверное. Когда пробили 12, она съебала. Откуда она узнала, сколько сейчас времени? Часы здесь. В телефоне посмотрела. Прикольно, что здесь никаких таких уж нет совсем скримеров. Диких. Ну, дают понять. Вот таких вот тупых, знаете, когда... Уп-пу, ёпта. И ты такой, а-а-а-а. Как так было в той серии-то охуели этих самых короткометражах? Здесь просто напряжение такое непонятно. Какая-то мистика происходит. Ну, вроде пока не мистика, но мистика. Я не приглядываюсь. Разве не чудо. Слишком много совпадений. Вот тебе мистика. Да. Действительно чудо. Ну, смотри. Так странно. Заправлено. У вас тильбурта только застелена. Ну, а свечей-то? Так даже еще романтичный. Арома свечи еще. Зажигай, а я пойду переоденусь. Чтоб все вспыхнуло. Блядь, это точно как он... Да не, он уже весь мокрый насквозь. Но мне кажется, что это какой-то обряд. Вот это очень похоже на какие-то акультские, или как там называется... Вафли акульчев. Какая-то хуйня, короче, происходит. Блядь, и у нас такое же тоже сейчас идет. Ебать, Юлик, а ты не отражаешься в камере! Разумеется, дорогая. Да уж. Идеальный медовый месяц. Не, ну если представим, что это был бы нормальный дом, то это вообще все выглядит пизда-то. Но при всех условиях этих это выглядит очень странно. С идеальной... ...женой. Так это не его. Просто они принесли. О! Сиськи сейчас будут там показывать. Ничего не показывают. Сейчас покажут. Потерпи. Бабушки Михалат. Она в два слоя мы делаем? Она, да, двойная. А, это трусы. Кисточка и шуку празит. Ну да, наверное. Да, дорогая. Знаешь, ради тебя я пойду на что угодно. А я бы ради тебя. Жизнь отдал бы. И твоих капиталов. Петух какой, а! Ради тебя! Твоих капиталов, и твоих капиталов. Чтоб перед собой хотя бы быть честным. Угу. Это и есть. Нихуя, она вылетает Джекли Кёртис. Кто это? Актриса, которая играла... Была точно в таком же образе в фильме «Правдивый ложь», где Арнольд Шварценеггер еще играл «Те Каррера». Прямо вот один в один. Ну, кто не смотрел это «Преступление», если вы не смотрели, «Правдивый ложь». Юрик, тебе. Вам домашнее задание. Тебе персональное. Я с ГДЗ спешу. Нет. А, ты просто посмотришь рецензию, а потом мне расскажешь. Нет, я спрошу тебя то, что там не прочитаешь. Что угодно. Как? Нравится? Бегги. Да. А Валя Дэджемерика, столько сиськи моет меньше. Может, это она. Как тебе нравится? Нравится? Не то слово. Чудесно. Сейчас клыки полезут. Чудесно. А чё это? Хочу, чтобы эту ночь для тебя... Надо сразу, сзади вот этого хуйня на кровати, изголовье, нужно оттуда вот сразу попробовать, какая шевель... Колышек. Шевель, колышек маленький, да, чтоб, если что, в грудинку вот туда вот сюда вот. Как для меня. А она ведь будет идеальной. Идеальной не бывает. Радость моя. Это, если вы помните, в предыдущей части... Сейчас они начнут сексом заниматься. Чё-то как-то... Чё-то свободно пиздец. А чё там? Ну, типа, он в него входит, такой, чё-то... А-а-а! Как домой зашёл? Чё за хуйня? Она-то тысячу лет уже живёт. Да-да-да, у неё же там всё рассохло. Все губы сухие. Так, не, вы помните, да, в предыдущей же части, как этот чувак, который он на электрический стул, посмотри, сказал, относись к жене как шлю... А, типа, относись к шлюхе как королеве, а к жене... Королеве как шлюхе. Да, королеве как шлюхе. И вот тут... Закончил на электрическом стуле. Ну да, кстати, не сильно хорошо. Не, ну а чё? О чём, в чём, об этом я силён. Хватит со своей жене, сколько он баб пере***вал. Тоже странный чувак. Буквально вот... Да, да, ну прям 12. Это вот сколько я вот... Три-три-три... Раз, два, три. Ух, это был потрясающий ментовый секс. А может он должен был зачать ребёнка? Ты правда девственница? Это он только вошёл. Да. А, как хорошо. Чё-то не было там, идеялку это было. Статуя, мужчина, женщина. Чё за дела-то, а, сиськи? Покажи? Ну вот тебе ответ. Ау, ааа! И чё-то вы ребята за это... Замедлились. Классный сериал. В каждой серии, в каждой. По НТВ показывали. По НТВ показывали, кстати, да. Там озвучку сейчас смотрим НТВшну. Другую, может быть, заметили. Так вот серия там всё. Режиссёры, трэплэры, сценаристы. И этот самый начальник стартапа, который бабки раздал. Такой, типа, это самый... Генеральный директор. Значит так. В каждой серии... Либо трах, либо сиськи, либо жопы. Всё должно быть. Жопы, сиськи и трах. В общем, если в этой серии... На сезон минимум по три раза всё должно быть показано. Можете в одну серию, можете... Нет, в каждой. В каждой. Я хочу в каждой серии, чтобы... Ну, они же не справляются. Почему же не справляются? Ну, в первой серии... Потом HBO выкупил. Еще как спрашивать. HBO, видите, такие... Вот это шериал. Может, мы порнуху с ними вообще такую? А есть интересная такая? Посмотрим. Где-то куклы и будут скили. О, так вот. Все, поглядь, скили. Реакцию бы сняли. Нихера, они в шелках. В долгах, как в шелках. Это чувак как раз. Еще три секунды. Еще три. Ебать, сейчас превратится в хуй знает кого, да? Может, ей зачать нужно в 12? Чтоб дьявол родился. Что-то тут не то, ребята. Ебать. И остановились часы. Ритуал реально какой-то правило. Наследника, может, какого-то хочешь? Мы зачали ребенка. Я точно знаю. Вот такую... Крохотулю. Так. А он думает, все, если есть общие дети, все как бы в кармане. Еще и как шлюха наряжается. Куш со мной. Куш. Идеальная ночь. Ты так и не посмотрел, Эльвиру? Она пришла, я помню, типа, делить как раз таки со словом куш. Я сразу вспомнил. Пришла делить наследие своей бабушки Моргана. Там, типа, все сидят, родственники собравшись. Она такая заходит. Извините, я опоздал. Там с такими зизиками сбегает. Такая. Что случилось? Тетя умерла? Надеюсь, типа, от чего? Надеюсь, ничего серьезного? Такая хуйня какая-то. А потом еще какая-то баба сидит там. Она, этот адвокат, говорит. Ваша тетя Моргана завещала вам автомобиль. Сколько там тысяч долларов? Она такая сразу плакать. Она такая, ты что ревешь? Сама же куш. Идеальнее быть не может. А ей перепала книжка и пес. Класс. Ну, книжка волшебная. И там как раз дядя Талбот хотел ее купить. Посмотрите, что. Свечи-то уже почти догорели. Нету. Срать побежала, чтобы он не слышал. Пошла эта, открутила лейку от душа. И ребенка своего это... ВЫБЫВАЕТ! Под напорчиком. Духа такая у него, блядь. Татуха 80. Восемьдесят? Ну нет, я имею в виду, что там вся такое было, знаешь, там типа сердце, и в сердце что-то там на флажке. Такие татухи, как... Как аббревиатур. Не аббревиатурки, а как эмблемки. Эмблемки, эмблемки. Я вот таких заказал себе в гараже, кстати. Кучу. Потом тебе покажу вообще. Закачайтесь. Все, она уже с другими мужиками отдыхает. Это че такое? Это хозяева дома. Какого черта? Или это она? Это она! И он! Какому не мешало бы подостыть? Ну вы че в доме? Идет. Это он? Я не понимаю. Да нет, наверное. Там просто у всех длинные волосы были. Миледи вас официально внесли на руках через порог. Ты прелесть. Как я тебя хочу. Хочу прямо сейчас. А я от тебя. Он уже привидение, наверное. Пойдем. Нет. Не хочу в кровати. Хочу чего-то особенного. Идеального. Но это же не она или она? Да она и он, может. Параллельная реальность. Я не просто такой качественной ебаной. Непонятно. Да темно, сука. Кто это такие? Детка. Он, не он? Татуха есть? Татухи я не вижу. Нет, это другой, чувак. Че-то она какую-то в шлюху превращалась. Это другая. Это и не она тоже? Ну, видно. Эта ночь будет просто волшебной. Нет. Эта ночь будет у нас идеальной. Или она? Она! Может одного за другим? То есть кто-то приехал, пока он спал, и оказывается, она его использовала только для зачатия? Так выходит? Непонятно сейчас. Ребята, вот это поворот, блядь! Может она их жрет всю ночь? Одного, другого, третьего. Сейчас будет смотреть и дрочить. Кукол. Да Хаким Феникс по-моему, чувак, спасибо. Не он? Не, не он. Ну, это она. Как так? Идеальная. Идеальная. Куколд на... Чё-то его... На час, блядь. Нет, как это называется передача? Какая? Байки из склепа. Куколды из склепа можно назвать. Куколдские байки из склепа. А часы почему не раз... А часы нетреснутые. В прошлое отправился? Или в параллельную реальность? Они по любви. Или ему снится? 12. Чё такое? Может ему кошмар? Тогда зачем я ей сдался? Да, может кошмар. Какая разница? Да никакой. Главное... Свидетельство о браке есть. Она моя. Как и всё, что у неё есть за душой. До последнего Пенни. Арен... Наша любовь совершенно... Идеальна. Мы изучали девчушку. Вот такую... Крохотулю. Может они умирают все? Может он мёртв? Да я-то поверил. Привидение типа. Блядь, ты... Ты, наверное, прав. И она одного другого. Он мёртв. Наверное. Молодерственница. Да, такой должна быть любовь. Паром не баню. Неужели... Чистый, высокий и страстный. Молодой? Вновь не будет её. Страсть сгорает. Чё-то, ребят, извините, у нас звук, наверное, будет. Вообще у нас... Атмосферно. Дождь, тарабаян, ё-моё. Всё потолок обвальщик. Сейчас обвальщик. Кирпичи нам на голову. Бля, хорошо не течёт. Помрём, Антон, за работой. А, я уже суксус с этой мыслью, что так оно и будет. Сгорели на работе? Сейчас, порыв пройдёт? Не, он прям мощный. Не пройдёт. Пройдёт. С нашей любовью такого никогда уже не случится. Я этого не допущу. Я сохраню её первозданной. Навеки вечные. И она её не хочет остановить? Позволь, чтобы она... Но он не хочет попасть в эту раздачу. И чё, он боится хрупкой девушек? Да где это он? Милый, проснись. Проснись. И почему он не вошёл, когда они сексом занимались? Проснись! Вот так. А теперь пусть не... Нет! Нет! Ты был прав. Это не цовек. Они призаки. Там их много, наверное. Наверное, что другие уйдут, да, люди? Я обещала, что сохраню любовь. Так звали отца Пегги. Он умер ещё до того, как она родилась. Мать Пегги его убила в этом самом доме. Прошлое видит. В их брачную ночь. В ту ночь они изучали Пегги. А это кто, мать её? Да, видишь, кровь пьёт. Может, назовём дочурку Пегги? Чудесное имя. Ебань! Господи! Боже! Спаси и сохрани! Боже! А это ты! Господи! Спаси и сохрани! Господи! Тихо! Тихо! Это был дурной сон! А ты ж на какую я приснилась, да? Да. Верно, кошмар. Чем кончится, интересно. Принес ты полотенце? Топор принесёт! Так что тебе издумалось. В полотенце. Да, да, да. Твои родители. Будто бы твоя мать убила отца в этом доме в их брачную ночь. Надо же. Именно так и случилось. В ночь моего зачетия. Что? И мне нужно то же, что маме. Идеальный медовый месяц. Идеальная любовь. Это все хуйня. Замах требует большого количества времени. Если на тебя кто-то замахивается... В этот момент без бей. Да, битые вот так вот не бьют. Битые бьют вот так вот. Супер. Вот так вот. Как копьём. Она пока замахнётся, у неё лицо раза четыре сломает. Это хрупкая девушка. Но если она не вампир. Она может... Всё-таки она имеет какие-то... Да, суперспособности. Способности. Над которой не властно время. Да, какая там любовь. Пэгги, я женился на тебе по расчёту. Не по любви. У нее. Начал такую хуйню. Пургу прогонить, чтобы не убили. Да какая любовь, Пэгги? Она-то да, думает, любовь. Она да. Ей, Боб. Ой, блядь. С видишь? Я взял его. Чтобы тебя убить. Да он холостой, ебать. Свалить вину на грабителей. Прибрать при концу и деньги. Но не убил, потому что в моих объятиях понял наш медовый месяц идеален. Влюбился. И что ты меня любишь. Нет. Нет, я сейчас тебя пристрелю. Богом приносит пристрелю. Ты слишком сильно меня любишь. Смотрим? Опа. Ну, стрелял. Вот видишь? Наша любовь совершенство. Поэтому я ее сохраню. Так он доказал ей, что не любит, нет? Да, нет. Блядь. И, блядь, сдался рано, чувак. Да. Нет. Даже руками не закрылся. Подушкой. Да под чем. Так он закрылся подушкой. Просто лег? Нет. Славких тебе снов. Ну, кровищу не жалели тогда вообще. Просто все в крови. Все в этом сиропе. Не, ну балдеж. А что? Какое, какое это самое-то мораль-то? Вампиры. Думаешь? Поверно. Все тебе едет. Я его ебнула. Все окей, да? Да чего же я вам рада? Умница, что позвонила. Так это тетя, не мама. Так, врачная ночь. Замечательно. У меня будет дочка. Правда? Сейчас такая крохотуля? Вот и чудесно. Вы ведь ее полюбите, верно? Разумеется, детка. Как любила твою мать. Как люблю тебя. Но что больше никаких машин. Поняла? Обещаю. И потом, зачем мне они теперь? Когда нас уже двое. Либо ведьма. Ну да, какая-то. Ей однажды понадобится. А мама куда делась? Есть. А вот вопрос. То есть, получается, это мамы нет? Значит, может, тетушка постаралась? Что-то с тетей не то. Много вопросов, на которые нет ответов. Естественно. Ну что, скелет нам сейчас расскажет? Вот так выглядит мир победившего феминизма. Вы этого хотите? Ребята, такого я не хочу. Чтоб меня рубили после зачатия. Зачем мне это надо? Я ж не какой-то вам там этот... Просто спермобак. Ты спермобак, и я спермобак. Плохо. Это вообще плохо, Юля. Уй, мрази. Мужчины не нужны. Не хочу быть спермобаком. Ужас какой-то. Не надо такого. А как сделать из мужчин тегловых животных и просто в пробирке? Нет, это дети получатся не очень хорошие. Ну тогда сделать мужчин всем, во-первых, при рождении до определенного возраста, делать целоботомию. Всем мужчинам. Да, чтобы не агрессивности, ничего. Некоторых делают как для секса, для продолжения рода. Для работы. Для тяжелой работы, да. Тяжелейшие. Носить пакеты по магазинам. Вообще все тяжело. Чтобы ты вообще не скулил, а хотел, говорил, прекрасно выглядишь. А ты ничего не будешь говорить. Ты будешь... По Меги ходить какой-нибудь там по дорогому центру. Или какой-нибудь имплант, который подавляет твою агрессивность в будущем. Вот сейчас Илон Маск сделает. Илон Маск – женщина, на самом деле. Которая скрывается. Он манерный трансик. Который… Ракеты в космос, на самом деле он это самое. А почему ракеты в космос? Потому что ракеты начали. Фалос, да. И запускает их в космос глубоко. Это он как бы показывает всему миру, что члены нам не нужны. Улетайте, члены. Вон пошли. Вы нам не нужны. Отправляйтесь к планету. Может, всех мужчин потом отправишь, а Марс… Позвращайтесь только, когда мы хотим. И это он говорит, когда уже сажают ракету. Когда женщины победят, пожалуйста, не делайте мне лоботомию. Оставьте мне, чтобы я шутил иногда. Да, мне бы тоже оставили бы. Я такой тоже… Просто шутки думал. Я могу вам гаражи ремонтировать. Что хочу, хотите. Нет, я только шутить умею. И то плохо, не убивайте нас. Ну, мы все умеем, только плохо. Поэтому оставьте нас. Мы хоть как-то… Кто-то для отдушины это должен быть. А, да, да. Вспомнить, как было тяжело. Посмотрите на друг. Такие, ой, хорошо, что мы всех… Могу. Ту-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ебали вас… В жопы. Оке. Шуты. Тру-ля-ля-ля, трю-ля-ля. Терлим-бом-бом-бом-бом-тьюм-бом-бом. Идовокат. 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 Не убивайте нас. Пожалуйста. Будем на главах ходить. Да-да, будем это. Сейчас ходить с твоей будем делать. Слово о семейных традициях, хвостике всего света, мой вам совет, прежде чем вас окольцуют, не поленитесь порыцом родословной вашей невесты. Какой совет мудрый. Не ровён час, на ровите пару-тройку семейных тайн и принюхайтесь. Мне отдают леди и вертвичины, ваши покорные девчат. Я каждый раз Гамаза вспоминаю, они чем-то похожи. Похоже, похоже. Вот как будто он сейчас киндер начнёт просить. Да, да, каждый день покупай киндер мне, а потом, когда будет 30-е число каждого месяца, ты мне все 30 приноси. Вот такая вот история интересная, друзья, нам сегодня попалась. Посмотрим, опять же, понравится вам или нет, и уже подумаем, делать ли нам следующий выпуск. А поддержите тогда комментарий. Посмотрим. Да, это самый лучший для нас, так сказать, показатель качества на НАТО, это делать и дальше ли не НАТО. На сегодня всё, Юлий Александрович. И Антон Сергеевич. Всего доброго, до свидания.